Можно любить Марвел, можно DC. Кому-то нравится Том Холланд, а некоторые готовы убить за Тоби Магуайра. Но знаете, что объединяет всех вне зависимости от вкусов и предпочтений? Конечно же вкусняшки! А наши друзья из Мармелад Шоу занимаются их продажей на заоблачном уровне. Только вглядитесь в ассортимент. Здесь есть всё, начиная от японских конфет, заканчивая порошками Юпи из 90-х. Хотите отметить выход Человека-паука в качестве? Сделайте это со специальной газировкой по фильму. И не забудьте запастись кранчить Cheetos, которые появятся в постоянно обновляющемся ассортименте совсем скоро. Мармелад Шоу предлагает вкусняшки со всех частей света. А если у вас разбежались глаза, не переживайте. Возьмите Sweetbox. Там собраны все самые популярные сладости магазина. А содержимое может вас здорово удивить. Sweetbox это отличная и очень быстро доставляемая идея для подарка. А с нашим промокодом она станет дешевле аж на 10%. А ещё Мармелад Шоу становится сетью и планирует открыть филиалы по всей стране. Желаете обзавестись своим магазинчиком? Оставляйте заявку на франшизу по ссылке в описании. Ну или просто радуйте себя любимых необычными сладостями. И не забывайте про скидочный промокод. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies. Цифровая версия Человека-паука увидела свет. Уход Паркера из киновселенной здорово омрачил данное событие, но унывать не стоит. Лучше перекрыть уныние разбором всего интересного и необычного из расширенной версии Паучка. Да, братом очень много. Удалённые сцены, пасхалки и даже альтернативные концовки. В следующие пару минут вы узнаете о зловещей шестёрке и куче других приятных вещей, скрытых за расширенным изданием «Вдали от дома». Но для начала включите-ка воображалку. Как назвать третий фильм о Человеке-пауке? Шутки про отсутствие дома не принимаются, друзья. Будьте креативнее, а мы начинаем. И сразу же поговорим о грустном. Из концовки Паучка была вырезана довольно интересная и миленькая сцена. В ней Мишель, которую мы по-прежнему отказываемся называть Мэри Джейн, спокойненько лежит на Петре Паркере, возвращаясь из Европы. Быть может, такой эмоциональный момент фильму и не был нужен, но следующая сцена лишней точно не была бы. По прилету Питер встречается с тетей Мэй и спрашивает, идут ли ему очки. Мэй говорит, что они довольно обычные, но узнав, что это очки Тони, меняется и поясняет, что Паркеру нужно до них дорасти. Тругательная сцена намекала, что настоящее сольное путешествие Питера без посторонней помощи только начнется в третьем фильме. По злой иронии, так оно и получится. Вообще, по удаленным сценам создается впечатление, что Сони либо знали о прекращении соглашения с Марвел, либо догадывались. Ибо помимо лишних упоминаний Тони, под нож угодила еще одна не менее интересная сцена. В ней Бетти Брандт и другой ведущий школьных новостей испарялись во время щелчка Таноса. Графика отрывка недоработана, но и так видно, как парочка просто исчезает прямо во время передачи. А позже появляется спустя пять лет, ничего не понимая. Первоначальный режиссер планировал детально показать возвращение некоторых учащихся после щелчка Тони Старка. Но позже идею свернули. Возможно, потому что довольно странно видеть, как школа продолжала работу, когда буквально в десятки километров в особняке Мстителей орудовала банда Таноса, уничтожающая все дотла. А вы еще жалуетесь на наши школы, которые отказываются закрываться в холодную погоду. Были и удаленные по понятным причинам сцены. Например, в одной из них все одноклассники Паркера проходят паспортный контроль в аэропорту. Ничем, кроме демонстрации толерантного каста и лишнего упоминания дяди Бена, сцена непримечательна. Как и сцена с Мистерио, где подробнее показано, как он дурил Ника Фьюри. Помните, что приходу якобы элементалей предшествовали непонятные тепловые скачки? Вырезанный момент содержит машину, которая их создавала. И Мистерио, который, включая ее, тут же получал звонок от Ника Фьюри, делая удивленное лицо. В целом, это джентльменский набор любого расширенного издания фильма, и останавливаться подробно на нем не будем. Поговорим лучше о том, что Мистерио не мертв. В минувшем интервью с Google Джейку Джейленхолу был задан прямой и простой вопрос. И ко всеобщему удивлению, актер вилял попой и всячески уклонялся от ответа даже в шутку, уронив микрофон. Если бы Джейк заключал контракт всего на один фильм, ему бы ничего не мешало признаться. Но, как и Майкл Китон ранее, Джейленхол внезапно юлит и не отвечает на, казалось бы, очевидный и простой вопрос. И все это может значить лишь одно – твердые и четкие планы Сони на зловещую шестерку. Причем разрыв отношений с Марвел им никак не помешает. Ведь по условиям сделки все расходы креативного процесса лежали на японцах. А значит, Том Холланд, Джейк Джейленхол и вообще весь актерский состав подписаны на контракты не с Марвел, а с Сони. И возвращение кого угодно в Человеке-пауке 3 никак не отменяется разрывом связи с киновселенной. Да и на качество потенциального приквела это никак не повлияет. Во-первых, сам Том Холланд заявил, что Питер Паркер в надежных руках и никуда уходить он не собирается. Во-вторых, Том даже поделился планами на будущее. Актер мечтает о появлении в его фильмах Майлза Моралеса, чтобы они могли геройствовать вместе. Ну а самое главное, что широко обсуждается в последнее время – роль Кевина Файги. Джорус Сони давно заявил, что Сони будет тяжело, и скопировать стиль Кевина Файги они не смогут. Многие с ним согласились и начали пророчить Человеку-пауку 3 грустную судьбу, но помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Мартин Старр, исполнитель роли школьного учителя в двух фильмах о Человеке-пауке, заявил, что никакого влияния Файги на съемках не было. По словам Мартина, все, что мы видим на экранах, что в первой, что во второй части – целиком и полностью детище Джона Уотса. Старр знает, о чем говорит, ведь парень видел ситуацию изнутри. И он четко поясняет, что ни Марвел, ни Сони не имели существенного влияния на творческий процесс. Получается, что если японцы сохранят режиссера Джона Уотса, качество третьей части будет абсолютно таким же. Так что господин Джейленхолл не зря юлит и не заявляет о своем уходе из паучьей вселенной. Мистерио есть что показать. И расширенная версия Паука мельком заценила концепт-арты неиспользованных видений, которые злодей накладывал на Паркера. В одном из них Питер отправлялся в паучий ад, в самый страшный сон любого арахнофоба. Понятно, почему это не стали снимать. Люди ввалились бы в обмороки прямо в кинотеатрах. Ну а еще Джейленхолл – главная звезда традиционной нарезки запоротых кадров. Он пытался произносить линии вместо Тома Холланда, пародируя Паучка. Он шутил и влюбил в себя всех работников площадки. Создатели говорят, что парочка Джейка и Тома запорола трехзначное число кадров. А значит, они будут рады поработать вместе над зловещей шестеркой в будущем. Ну а в настоящем расширенная версия Паучка выпустила забавный путеводитель по пасхалкам фильма. Он стилизован под искусственный интеллект Эдит и рассказывает о мелких деталях, останавливаться на которых мы не будем. Ибо всеми пасхалками расширенной версии мы поделились с вами давным-давно. Из интересного можно лишь отметить, что упоминание циклона Ником Фьюри во время миссии в Мексике действительно оказалось не случайным. Режиссер Джон Уоттс таким образом отдал дань должного злодею, которого взяли за основу одного из элементалей Мистерио. А вот пара-тройка новых пасхалок действительно имеется. Во-первых, кадр с развлекательной системы самолета стал доступен в качестве. И в киновселенной Марвел действительно существуют документальные фильмы о Тони Старке и Ваканде. Ну а доктор Селвик из фильма Фатори ведет свое научное шоу. Не исключено, что Дисней запилит все это добро на стриминговом сервисе, дабы лишний раз заманить на него фанатов Марвел. Так же, как расширенная версия уже сейчас заманивает нас ждать третий фильм о Человеке-пауке. Комментируя пасхалки фильма, Том Холланд заявил, что некоторые из них намекают на то, что случится с Паркером в будущем. Как минимум, это заявление позволяет судить, что актер уже знает приблизительные наброски продолжения. А как максимум открывает ворота к различным размышлениям. Во-первых, во время сцены с Джоном Джеймисоном демонстрировалось, что Daily Bugle теперь не газета, а веб-сайт, располагающийся в домене .net. Пока, если вбить его браузер, недоступно ничего, но глобальная база адресов гласит, что портал уже забит за Sony Pictures, а значит, японцы планируют развивать его в будущем. И одного работника Джона мы готовы назвать уже сейчас. Это Бетти Бранд, которая удачно рассталась с Недом Лидсом. Как вы помните, эта ее версия уже работала на ТВ, выпуская школьную передачу. Ну а в комиксах Бетти всегда являлась секретарем Джона Джеймисона. Учитывая время феминизма, должность могут сменить на нечто более презентабельное. Но ставим на то, что Бетти будет в Daily Bugle, и ее роман с Паркером все еще не исключен. Ведь в комиксах именно Бетти была первой подружкой Питера. Да и версия Туби Магуайра неплохо с ней и флиртовала. Так что противники Мишели от Зендаи могут быть рады. Не все еще потеряно. В том числе и для самого Питера. Третий фильм начнется с того, что Паркер столкнется с многочисленными проблемами. Мистерио раскрыл тайну его личности, и на первый взгляд на этом фронте все очень плохо. Ходили слухи, что Марвел вернет Мэтта Мердока, чтобы сделать его адвокатом Паучка. Позже из-за проблем с Netflix историю сменили, и в адвокаты записали кузину Брюса Беннера женщину Халк. Теперь в условиях изоляции от Марвел защищать Паучка некому. Ну а не грустите, ведь брать интервью у Паркера очень даже есть кому. Ведь в Сан-Франциско трудится весьма популярный журналист-блогер Эдди Брок. Иронично, но с выходом Дисней из соглашения перед Sony открылась простая до боли дорога кроссовера, Человека-паука и Венома. Паркер определенно станет сладкой целью для всех блогеров и СМИ вселенной. Так почему бы не поставить в очередь на интервью Эдди Брока? Проблем с этим нет никаких, а механизм очищения тайной личности Питера просто до боли. Всего одно интервью от Брока, где Паркер прикинется бревном и будет стараться косить под дурачка, убедит всю планету, что он не может быть Человеком-пауком. Ведь Паук — это герой, и в комиксах была практически схожая ситуация. Речь о комиксе «Земля Икс», где Джона Джеймисон также публиковал статью, что Питер Паркер — это паучок. Однако ему попросту никто не поверил. Вы бы стали считать супергероем раздолбая, сидящего за соседней партой в школе? Даже доктор Осьминог во время одной из первых встреч после победы над паучком снимал с него маску. И увидев под ней школьника, отказался верить в правду, решив, что Паркер — самозванец. Так что никакие адвокаты Сони не нужны, можно пойти по легкому пути, не раз испытанному в комиксах. Тем более, что дурачком версии Тома Холланда прикидываться не впервой. И на всякий случай в тысячный раз поясним, что на наш взгляд разлука Марвел и Сони — дело временное. Японцы выпустят максимум один фильм, чтобы доказать свои принципы. С другой стороны, Кевин Файги поймет, что его глухие темнокожие трансгендеры не особо интересны публике. И вне зависимости от проката «Человека-паука 3» стороны поймут, что существовать друг без друга им тяжеловато. Быть может, это произойдет еще до премьеры следующей части «Дружелюбного соседа». Ведь Сони не планирует сбавлять темп и, скорее всего, будет пытаться выпустить ее уже летом 2021-го. Ну а мы все еще ждем ваших догадок о названии в комментариях. И на этой веселой ноте у нас все. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok